На финишной прямой крупная стройка в Приморье. Речь сейчас про краевой онкологический диспансер. Вначале только факты. 10 февраля в новых корпусах начнется монтаж медоборудования по технологиям уровня ХАЭНТ. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактно-лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиозатопных исследований и аппарат магнитно-резонансной терапии. Сейчас идет заключительная отделка помещений. На прошедшей неделе стройку посетил Андрей Тарасенко. Кстати, это после его распоряжения строительство объекта возобновили, а так объект простаивал 4 года. Так вот, губернатор пообещал строителям, что будет контролировать сроки выполнения работы, а также поручил директору департамента градостроительства увеличить парковку возле корпусов для удобства пациента. На объекте побывала моя коллега Виктория Лобецкая. Небольшая экскурсия и где что будет в новых корпусах, смотрите далее. Николай Витач, мы находимся с вами в корпусах, в одном из корпусов нового строящегося онкологического диспансера, краевого медучреждения. Расскажите, пожалуйста, о самом строительном объекте. Ведь он долгое время был заморожен. Да, совершенно верно. До того, как мы сюда зашли, на строительную монтажную работу, он стоял 2 года. Значит, это корпус, палатный корпус на 40 кое. То, что удалось сделать, это в кратчайшие сроки закончить строительную монтажную работу и выполнить объект с теми современными требованиями, которые предусматривают такого рода объект. Ну, здесь светлые коридоры, здесь уже облицовка, здесь специальные поручни для людей, если им станет плохо, они могут опереться. И я знаю, что уже есть светлая операционная, куда мы, собственно, пройти. Да, мы можем еще время пройти. Это малооперационная комната. Ну, опять же, светлое, просторное помещение. Да, все было выполнено в соответствии с требованиями, стандартами, которые к этому помещению предъявляли и медики, и санэпидемические службы. Вот это какой-то короб специальный. Это фильтр специализированный. То есть помещение, здесь будет размещено дальше медицинское специализирование оборудования. Мы сделали к нему все выводы, подводки. Дальше оно может функционировать после установки оборудования в полном своем режиме. Я так понимаю, мы сейчас заходим с вами в палату. Все-таки здесь больны очень серьезным заболеванием, онкологией, различной степени тяжести. Есть ли какие-то индивидуальные особенности по оборудованию палат? Все сделано для максимальной степени комфорта пациентов. Кнопки аварийного вызова сестры, индивидуальное освещение, отдельные туалеты. Вы рассказывали даже про углы. Да, углы округленные, чтобы было минимальное количество сбора пыли. То есть, с моей точки зрения, как строителя, созданы максимально комфортные условия для нахождения пациента в палате. Здесь и специальные какие-то установленные кровати. Это кровати специализированные, конечно, чтобы было удобно в том положении, в котором находится больной, себя обслуживать. Ну, естественно, я так понимаю, есть здесь и санузел? Санузел. Есть санузел для людей с ограниченными возможностями. Где все оборудование для маломобильных граждан? Для людей с ограниченными возможностями. Можно его посмотреть, пройти. Николай Витальевич, если мы были в предыдущем корпусе, и ясно, что он палатный, то здесь лечебно-диагностический. И видно, что работы еще и идут, но все как раз сводится к тому, что скоро начнется монтаж оборудования. И вы покажете, где, а пока что это за коридоры и как раз осветление, где много проводов. Да, это как раз коридор лечебно-диагностического корпуса. Здесь полным ходом идет монтаж инженерных систем, прокладка кабельных трасс, вентиляция слаботочных систем, установка отделочной панели, дверей. Ну, вы правильно заметили, что все идет к тому, что ориентировочно к 10-15 числу мы начнем установку оборудования. Сейчас мы можем пройти в каньоны, в которых будут установлены линейные ускорители. Стены отделываются декоративной панелью, установлена система вентиляции, полы уже изготовлены, установлен фундамент под размещение линейного ускорителя. В отверстиях, в двухметровой толщи бетона просверлены отверстия под установку и протяжку кабеля. То есть все готово. Какой-то вот круг, который как раз привлекает внимание. Здесь, конечно, место, где будут установлены линейные ускорители. Линейные ускорители. Это что за установка такая? Оборудование уникальное. Их единицы в России позволяет лечить современным образом тяжело больного человека онкологическим заболеванием. Тяжело больного ведубка. Для участия в Играх 2018. А выступать россияне будут под нейтральным флагом. На встрече с членами российской олимпийской сборной президент заявил, что допинговый конфликт разразился на фоне чуждых и не связанных со спортом заявлений, связанных в том числе и с политикой, и попросил прощения у спортсменов. Здесь сделаю паузу и предлагаю послушать слова Владимира Путина. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то. Но в тройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка. Звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создаёт совсем тяжёлые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить. Бесспорно, такие слова главы государства – мощная поддержка для наших спортсменов. Их, в принципе, поддерживает вся страна. И Приморье не исключение. Павел Зайцев, мой коллега, как раз подробно и расскажет, как приморцы могут выступать за своих. Это событие называют победой России еще до начала Олимпийских игр. До церемонии открытия зимней Олимпиады в корейском Пхенчхане меньше недели. Спортивный арбитражный суд в Лозане оправдал 28 российских атлетов. Их апелляции удовлетворили. Сняли санкции о пожизненном отстранении и вернули награды. Восстановили результаты, полученные в Сочи в 2014. МОК выразил разочарование от решения спортивного арбитража. Хочет обратиться в Федеральный суд Швейцарии. Комитет продолжает повторять, что декабрьское решение его исполкома о дисквалификации Олимпийского комитета России не отменят и дает понять, что оправданные атлеты не поедут в Хенчхан. Их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос, с чем мы боремся? С допингом или с чем-то другим? Мы бы хотели узнать, с чем. Ответ МОК организации с вековой историей, которую должны уважать во всем мире, оказался предсказуем. Скандальная ситуация с отстранением почти четырех десятков ведущих спортсменов России получила эффект бумеранга. Действия МОК уже даже вызывают улыбку. Первое свое решение в отношении запрета, проноса, аббревиатур российского флага и всего остального, они потом отменяют только потому, что нужны деньги для того, чтобы люди приехали, заплатили, болельщики. В этом отношении они готовы пойти сдать и дать по пятнам. А в отношении чистых спортсменов делать этого не хотят. Ответная реакция членов МОК показательна. Они не стесняются в выражениях. На по пятну комитет вряд ли пойдет. Российские олимпийцы будут выступать в нейтральной форме, без национальной символики, без исполнения гимна. Приморцы были в предвкушении игр. Край ближе других регионов России к Хенчхану. В том числе поэтому местное спортивное сообщество остро чувствует, что сейчас нашим олимпийцам нужна поддержка, как никогда. И тем, кто поедет в Корею, и тем, кого МОК не пригласил на Олимпиаду. Намного обиднее, да, что некоторые спортсмены с других стран были пойманы на допинге, но их допускают к Олимпиаде, так как они отбыли свою дисквалификацию. А наши спортсмены чистые, никогда не были пойманы, проходили по много раз в год допинг-тесты, и тем не менее их без объяснения причин не допускают. Поэтому я считаю нашим долгом поддержать наших спортсменов. 12-ти кратный призер сорт Олимпийских игр, мировой рекордсмен Виталий Аботин проводит для школьников Владивостока олимпийскую зарядку. Любители бега выходят на дистанцию с российскими флагами. Самой главной в череде акций поддержки стал митинг на центральной площади Владивостока. Совершенно бессовестным образом наши спортсмены дисквалифицируют, ограничивают, запрещают ехать и выступать, представлять Россию на Олимпийских играх. Я считаю, что долг каждого гражданина Приморского края, долг каждого жителя города Владивостока прийти на митинг. Павел Зайцев специально для программы «Выводы». Мы сделали такие выводы. Вместе с нами вы их тоже можете делать. Мы акцентируем свое внимание на самом важном и заметном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова